Здравствуйте! Все заповедую вам, да любите друг друга. Одна из заповедей Божьих, так называется наша информационная передача. Именно этими словами я и приветствую вас, уважаемые телезрители, да любите друг друга. Наша передача о православии и о традициях, о людях и их добрых делах. Надеемся, что она станет путеводной звездой на пути духовного просвещения и роста в истории познания накопления многими православными христианами нашего родного Сурского края. Сегодня в передаче мы продолжим беседу с руководителем миссионерского отдела Пензенской и Нижноломорской епархий священником Алексеем Роем относительно нетрадиционных религиозных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Сурского края. В том числе поговорим и о том, как не попасть в секту. Способ только на самом деле один. Для того, чтобы получить иммунитет подобным религиозным движениям, нужно иметь внутри духовный стержень. Атеизм или неверие, или слабая вера не является таким иммунитетом. Поэтому я думаю, для того, чтобы ваши дети не попали в эти секты, вы должны стать воцерковленными верующими, исполняющимися заповеди Божии. Тогда, находясь под божественной защитой, даже ваши дети будут защищены от воздействия вот этих самых сект. И если вы сможете передать своим детям и внукам православную веру, я думаю, что ничего у новоявленных проповедников не получится. Что же должно насторожить человека, столкнувшийся с сектой в первую очередь? И как понять, что данная организация является нетрадиционной для нашего сурского края? В первую очередь, человека должно насторожить там, где пытаются вызвать какие-то трансовые состояния. Существует два способа. Либо через перегрузку сознания, это когда многочасовые семинары, воздействуют музыкой, воздействуют определенными словами, когда тот, кто обращается к аудитории, использует различные то повышения, то понижения тона, резкие выкрики, какие-то жесты руками. Когда вы видите, что соседи вокруг вас начинают себя немножко неадекватно вести, падать в обморок, издавать какие-то нечленораздельные звуки, то лучше это место покинуть. Потому что, скорее всего, есть такое в психологии понятие, как эффект толпы, вы просто будете вовлечены вот этим общим потоком, общим настроем. Ну и второе, это нужно, конечно, какое-то базовое религиозное образование получить. Всех приглашаю на миссионерские курсы, на богословские курсы, которые проходят в Успенском соборе или на базе семинарии. Это нужно, опять же, для вашей безопасности, чтобы вы поняли, что куда вы пришли, это не семинар по улучшению вашего бизнеса или какой-то курсы по самосовершенствованию. Как правило, за вот этими вывесками прячется религиозная организация, в том числе и для того, чтобы помочь вашим близким избавиться от алкогольной или наркотической зависимости. А там, где используется гипноз, это в первую очередь должно насторожить. И всё, что связано с западной традицией, неопротестатизм, понятно, что на нашей земле всё-таки корни православные этого быть не должно. Также это касается восточных каких-то практик. Всё, что связано с Китаем и с Индией, как правило, это не просто гимнастика, вот как йога, например. Это целостное вероучение, которое вполне себе человека вовлекает тоже в такие кармические секты, где человека, в принципе, заставляют заниматься идолопоклонством через индийское многобожие. И здесь надо тоже сказать нет тем гуру религиозным, которые стремятся поработить своих адептов. Поговорили и о том, как защитить себя и своих родственников, знакомых, и что делать, если человек попал в такую группу. Здесь можно сказать только про себя и своих детей, тех, кто с вами связан. Если вы будете посещать храм, участвовать в таинствах, твёрдо и непоколебимо исповедовать веру в Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, учить этому детей, скорее всего, того, что будет такое искрушение, когда родственник попадает в нетрадиционную религиозную организацию, у вас она будет исключена. Но если уже говорить о знакомых или о дальних родственниках, я боюсь, что здесь уже Господь всем нам дал свободную волю, если такой человек попал. Во-первых, нужно сразу для себя отсечь все всякие споры на религиозную тему. Эти мы ещё дальше человека заталкиваем в эту секцию. Любовь, она преображает всё. Здесь нужно запастись терпением, обратиться к нам в миссионерский отдел за помощью, за помощью к православным психологам и, вымаливая этого человека у Бога, следуя тем рекомендациям, которые получатся здесь, для того, чтобы помочь ему покинуть секту. Все мы знаем, что некоторые нетрадиционно-религиозные организации практикуют выходы по домам. Как корректно отвечать в таких случаях таким людям? И стоит ли вообще открывать двери? В принципе, общаться с такими людьми не стоит. И ничего страшного не будет, если перед ними закроется дверь. Для того, чтобы затевать религиозный диспут, надо сразу понять, для чего это делается. Одно дело, если вокруг вас стоят люди, сомневающиеся. Но тогда лучше, чтобы диспут вёл человек подготовленный, имеющий хорошее богословское образование, чтобы его поражение потом не стало поражением всего православия в глазах этих сомневающихся. Но если вы простой обыватель и особо не погружались в эту тематику, то, наверное, лучше всего воздерживаться от таких общений. Другое дело, если ваш родственник попадает в секту. Здесь иногда, хоть я и призываю не спорить, но бывает так, что сам родственник будет вам про православие говорить какие-то стереотипы, шаблоны, которые есть у протестантов или других конфессий относительно православия. Чтобы вот эти стереотипы развеять, ту ложь, которую они замышляют на православных людей, на наше вероучение, вы уже тут обязаны быть подкованы. Вот в этом случае спорить можно и нужно. То есть только два случая. Если у вас есть родственник или вы выступаете в публичном пространстве. В других случаях смысла вести с ними диалоги и диспуты нет. Потому что если человек уже выполняет задание этой религиозной организации, ходит по домам, он уже убеждённый. И в случае, даже если он будет опрокинут вашими аргументами, он просто сам покинет этот разговор. И смысл вот в этих словопрениях сам теряется. Потому что для чего тогда что-то... Если что-то нужно сделать, нужно всегда ставить цель. Если эту цель можно достичь, тогда можно и нужно это делать. Если нет, лучше уклониться. Так вот сохраните свои нервы, своё здоровье. Сегодня в передаче также посетим открытие летних сборов пензенских казаков Волжского войска и казачьего общества в районе Согласия города Пенза. В лесном массиве казаки организовали палаточный лагерь, в программе которого ребята смогут приобщиться к казачьим традициям и принять участие в конных скачках, обучиться приёмам фехтования и рукопашного боя. По традиции, участникам мероприятия представители конного клуба «Метелица» продемонстрировали элементы верховой езды, жигитовку, под руководством атамана Пензенского отдела Вячеслава Францева. Открытие смены благословил руководитель миссионерского отдела Пензенской и Нижнеломовской епархий священник Алексей Рой, который пожелал её участникам, кроме физической составляющей, приобрести духовную пользу. Боже, очисти нас грешных и помилуй нас. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресной, во веки веков. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и живи с десой, и вся исполняяй сокровища благих и жизнеподателю, приди вселися вны. После открытия летних сборов, священник Алексей Рой пообщался с первым заместителем атамана Пензенского отдела Евгением Боровковым о значении духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Евгений Константинович, расскажите, пожалуйста, про сегодняшние сборы. Сколько времени не продлятся, к чему приурочены, чем будут заниматься ребята? Сегодняшние сборы, можно сказать, приурочены к годовщине начала Первой мировой войны. Эти сборы у нас проходят ежегодно. В этот раз они у нас продлятся два дня. Сегодня открытие, завтра будет закрытие. Эти сборы у нас традиционные, в казачьем стиле, с палатками, с разбиванием палаток, быт, верховая езда, обучение казаков и молодежи верховой езде, рубка лозы на ходу. Также у нас предусмотрено метание ножей, всякий, не восточный, а рукопашный бой, единоборство. Ну и патриотическое воспитание молодежи. Присутствуют также старейшины, которые вечером за круглым столом около костра повествовать будут свои жизненные истории и учить молодежь. Это же очень здорово. То есть возрождается казачья традиция, родица и засевается. Безусловно, надо отрывать нашу молодежь от гаджетов, от компьютеров, от телевизоров, чтобы выходили, встречались, общались между собой. Чем больше они будут встречаться, общаться в таких патриотических выходах, пускай они будут не так часто, но начало уже положено, которые дадут сплочение, поднимать будут дух патриотизма, ну и для налаживания будущих контактов все-таки молодежь тоже между собой должна общаться. Стоит отметить важность проводимого мероприятия, позволяющего укреплять дружеские отношения между казаками и молодежью, и передавать традиции и опыт от стариков молодым представителям русского казачества, в том числе позволяя молодым казакам и казачкам преуспевать в традиционных казачьих видах спорта, укрепляя духовно-нравственные стержни подрастающего поколения. И, как отметил первый заместитель атамана Пензенского отдела, подобные сборы стали традиционными для Пензы. В завершение открытия летних сборов, священник Алексей Рой совместно с ребятами принял участие в спортивных состязаниях, которые продолжились трапезой, во время которой отец Алексей выступил с напутствующим словом, напомнив о необходимости каждого казака служить Отечеству, всему казачеству и вере православной. По благословению высокопреосвященства митрополита Пензенского и Нижноморского Серафима в селе Скворечном Каменского района состоялось очередное миссионерское богослужение, которое совершил руководитель миссионерского отдела Пензенской и Нижноморской епархий священник Алексей Рой. Богослужение проходило в помещении разрушенного храма в честь казанской иконы Божьей Матери. На службу присутствовали многие жители данного села, которые смогли причаститься к святых христовых тайн. В этот день церковь ждет память великомученицы Марины. Всех именинниц отец Алексей поздравил с Днем Ангела. Затем батюшка прочитал отрывок из рядового на этот день послания апостола Павла. Кроме того, мы с вами сегодня слышали отрывок из апостольских посланий и отрывок из евангельских. И вот вы сейчас поймете, почему очень важно понимать то, что происходит на службе. Как раз сегодня получилось так, что выпало то чтение, которое это объясняет. В своем послании к Орифинам святый апостол Павел говорит о том, что каждому подается свои дарование Духу. И если он придет, как предупреждал братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не объясню вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением. И бездушные вещи, издающие звук, свирели или гусли, если не производят раздельных тонов, как распознать то, что играет на свирели и на гусли? И если труба будет издавать неопределенный звук, кто станет готовиться к сражению? Так если и вы языком произносите невразумительные слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на ветер. Сколько, например, различных слов в мире, и ни одного из них нет без значения. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец. И говорящий для меня чужестранец, так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию, то есть к научению церкви. А потому говорящий на незнакомом языке, молись о даре истолковании. Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то, хотя дух мой и молится, но ум мой остается без плода. Слышали? Даже если вы не понимаете, что в церкви поется или читается, ваша душа все равно молится. Но разум мысли остаются незанятыми. Отметив важность объяснения православным верующим того, что читается за божественной литургией, отец Алексей попросил молиться, чтобы этот храм вновь стал действующим. Батюшка сказал, что не у всех есть такая возможность, рассказав о недавней службе в селе Андреевка, располагающейся рядом, которая проходила под открытым небом. Прошлая наша поездка, она была недалеко от вас. Мы были, по благословению Его Высокопреосвященства, служили вообще под открытым небом. То есть там только поклонный крест. Мы поставили палатку, и вот переносные престолы начали служить. Полило нещадно солнце. Здесь вы стоите в прохладе, у вас хотя бы есть стены. И нужно, если не можете сами помочь, или ваши мужья, восстановить этот храм, восстановить то, что должно, иначе мы не искупим грехи наших отцов, дедов, которые это все ломали. Они сейчас жалеют и мучаются об этом, их душа, но ничего изменить не могут. Можете изменить вы. Отметил отец Алексей также, что после освящения храма всегда остается ангел-хранитель этого места, который скорбит об осквернении, и призвал батюшка прихожан вновь и вновь приходить хотя бы раз в неделю и молиться перед образом Казанской иконы Божьей Матери, чтобы Господь все исправил и помог возродить богослужение на этой земле. Совместно с руководителем миссионерского отдела священником Алексеем Роем богослужения приняли участие православно-молодежная группа «Скимин» храма преподобного Серафима Саровского города Пензы. После службы была организована бесплатная раздача экземпляров Святого Евангелия представителями православной молодежи Серафимовского храма города Пензы и совместной трапезы с прихожанами, после которой была сделана общая фотография. Священник Алексей Рой отслужил за упокойную литию на могиле за алтарем бывшего настоятеля данного храма Протерея Алексея Любимова. Храм во имя Казанской иконы Божьей Матери в селе Скворечном Каменского района построен в 1828 году на средство прихожан. Православные службы здесь не проводились очень давно, хотя церковь в общем и целом удалось сохранить. В 1932-м храм закрыли, затем использовали как зернохранилище и планировали перестроить под клуб. Сейчас церковь в честь Казанской иконы Божьей Матери требует серьезного ремонта. Та же ситуация возникла и в конце XIX века, когда храм возглавил Протерея Алексей Любимов. Правда, тогда здание стало разрушаться из-за ошибок, допущенных во время его расширения. Второе рождение этот храм обрел в 1883 году, строительные работы которого завершились в 1886 году. Но скоро начались новые проблемы, их принесла советская власть, и время гонений стало серьезным испытанием для храма. В 1918 году Любимова назначили благочином 4-го благочиннического округа Нижеламовского уезда. На этой должности у него было много преград со стороны советской власти. Однако батюшка сумел сохранить паству, он прослужил в этом храме 45 лет, вплоть до 1929 года. Надеемся, что сегодняшний выпуск Пензенской митрополии, сие заповедую вам долюбите друг друга, обогатил ваше мировосприятие и наполнил духовную жизнь. Мы искренне желаем вам добра и радости. До встречи через неделю! Субтитры создавал DimaTorzok